МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Добрые руки в Гомеле прошла доброченная акция для бездомных живел. А зараз об этом и иншим больше подробязнам. У белорусской экономицы все лето наметился рост, але подстав для самозаспокойности неман. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на докладе у Рада Национального банка, Аблвыконкамов и Минского Гарвыконкама об работе экономики. Ей присвечены оценцы выника угода и проектам прогнозу. Геройник державы подкреслю, что 2018 год будет особливым. Треба будет переодолить отставание, допущенное в 2016-м, и выйти на траекторию 5-годовой программы социально-экономичного развития. И еще одно важное питание – занятость насильництва. Тут, зверну увагу Александра Лукашенко, так само не все добро. При створенных 50 тысячах новых працовных мест, колькость звольненных перевысила покажек принятых на працу – на 43 тысячи человек. Колькость занятых у экономицы повинна расти, отзначил президент. Экономичные пытания сегодня разглядают и на Гомельщине. Распочался визит у нашу область надзвучального и полномочного посла Королевства Швеции у Республики Беларусь Кристины Юханесен. На протягу трех дней дипломат мае намер сустреться с керавництвом региона и наведать шерах предприемствов. Это первое наведывание послом Королевства Швеции областей Беларуси. Но визит не носит ознаймленший характер. Головная мета – активизация двубаковых относинов. Первое, в экономической сфере. С этой нагоды, разом с Кристиной Юханесен, в дел УПС-цы принимают представники шераху буйных международных корпораций со шведским капиталом. У приватности зацикавленность у пошуку новых партнеров на Гомельщине выказывают представники компаний, которые работают в сфере энергетики, вытворчасти мебли и металлорежущих инструментов, а также поставок сыровины для химической вытворчасти. При этом члены делегации не мают намер обмежовываться только некалькими галинами беларуской экономики. У программе визиту с встречи с керавництвом таких предприемств, как Светлогорский целлюлозный кордонный комбинат, Режевский метизный, Гомельский химический и Мазирский нафтоперопроцовщие заводы. По словам Кристины Юханисон, сегодня яснуют сприяльные умовы для установления баштесных соведев по межбелорусскими и шведскими партнерами. И задача посольства – сприять к этому процессу. Мы можем собирать информацию о регионах, например, и передавать это в Швецию и нашим компаниям, с тем, чтобы у них была как можно более полная картина. А вот все решения по бизнесу они принимают сами. И поэтому могут здесь появляться компании самого разного профиля. Например, лесная промышленность или лесцеллюлюза, например, или химическая промышленность, или еще что-то. То есть, действительно, мы сегодня приехали для того, чтобы изучить весь спектр возможностей здесь, в Севетогорске и в Гомельской области. Документы для регистрации инициативной группы на выборах Мясовых Советов депутатов треба представить не поздней за 14-е Снежне. Отповедная информация размещена на сайте Центр выборками Беларуси. У инициативную группу повинны выходить от 3 до 10 человек. Они будут проводить сбор подписов на кандидатов. Вылучение кандидатов пройдет с 10-го Снежня по 8-е студене уключено. У Речеса открыли новый будинок Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Держаута инспекции. Усе работы выполнены за кош сродков Реческого района Канкама. Кабинеты обсталеваны сучасными сродками сувязи, офисной и компьютерной техникой, информационными стендами, на яких показаны перолик предоставляемых послуг. Значно повеличены пляцовки для легкового и грузового транспорта. Для огляду машин у непогаць продугледжены навес. Для зручности грамадзян добра упарадкована великая парковка для автомобилев. И еще один крок до безпеки. 14 новых светлофоров з'явятся у Гомельской области до конца года. Три з них усталюються у Гомеле. На скрыжеванне в улиц 70 год БССР и Давыдовской, а так само на Чачерской и Галавацкага. И еще один светлофор на улице Галавацкага збираются отсталявать гуковым сигналом. У телерадиокампанию дальшой лист от Гомельчанки, якая хотела про сроки массовой информации поделиться уражением адаптивной работы супрацовников органов внутренних справ. С героиней этой Амаль детективной истории сострелась Наталья Каприленко. Здесь оплачиваем проезд вошедший. Амаль два года Юлия Герашенко працуя кондуктором автобуса за этот час, скажа, привыкла быть бюро знаходок для забытых пассажирами речев. Але и сама не раз становилась охвярой дробных кразяжов. Однако у милицию не зверталася. Але молчать, коли украли подчас працы шалик, подарунок мужа, Юлия не захотела. Здесь находится рабочее место кондуктора. И, как правило, во всех автобусах у нас даже здесь висит табличка места для кондуктора. Я оставила свой любимый шарф, который мне очень дорог. Ставила его на своем рабочем месте. Пройдя в конец салона на пару минут, вернувшись на свое место, я обнаружила, что шарфа нет. То есть мне стало очень обидно, досадно до слез. Юля не верила, что будет некий выник, а лежу про спару джон. Звыклое житё перетворилося в детективную историю. На место здарения до автобуса проехала оперативная группа. Юля деталёва узгадала, кто находился в салоне в той вечер. Коллеги детективной издольности Юлии подчас оперативной працы не оценили. Все вообще говорили, что ты блондинка, и никакой шарф искать не буду, ты глупости сделал, что обратилась. Мне кажется, что, скорее всего, это было от безвыходности, потому что я действительно не знала, какие действия мне предпринять. Хотя бы потому, что, если бы я работала однажды опять на этом же маршруте и увидела свой шарф на ком-то, какие я должна была бы предпринять действия. У больших здарения в салоне автобуса находились только четыре пассажиры. Махчима и эта околичность так само спросила задачу правооховникам. До заявления не только Юлии, а и у сего автопарка оперативная группа отдела внутренних справ отшукала шалик за пару дней. В острой развязке интригующей истории не отрымалась. Наш оперативный сотрудник разыскал этот шарф, разыскал лицо, причастное к этому, со слов гражданина, который якобы этот шарф нашел. Во время движения автобуса увидел, что этот шарф валяется с его слов на полу. Он его подобрал, проявил свою, скажем так, гражданскую правильную позицию. Он написал объявление, собирался его развесить в ближайших местах, возле остановочных пунктов. Оказалось, что такие дробные сдавались обздорения отпрацовываются оперативными супрацовниками с не меньшей старанностью, чем буйные злочинствы. Практика показывает, что для одного человека мелочь, для другого может быть весьма ценной вещью. К примеру, недавно к нам обратилась гомельчанка с просьбой разыскать коллекционный набор игрушек одного из торговых флагманов страны. Коллекцию оставили в ящике для хранения, а когда вернулись, ее уже там не было. Для маленькой дочери такая потеря – эмоциональная и психологическая травма. Милиционеры не остались на стороне и приняли заявление, начали поиск. Благодаря записям камер видеонаблюдения нашли женщину, которая похитила набор. Гомельчанка и ее дочь были весьма удивлены, когда милиция вернула им похищенное и выразили слова благодарности за помощь. Наталья Капруденко, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». К каждому потребен дом. У Гомеля прошла 12-я доброчная акция «Подары им шанс». Коли 70-ти живел, яке застались без господарского клопоту, волонтеры спробовали уладковать у добрые руки. Подробязности в наступном сюжете. Милые, гулевые, ласкавые и деликатные, с такими добрыми и сумными в очима. У каждого из этих маленьких и пухнатых котов и собак своя трагичная история бездомного життя. Некто был выгнан своими былыми господарами, а у других в уголе никогда не было дома. Выжить им допомогли волонтеры. Живелы находились на часовом утримании в их квартирах и домах. Подчас акции у Гомеля 70 четвероногих отримали шанс знайсти господара. Внучка просила котенка с внуком. А я собаку хотела, потому что у меня собака погибла. Три месяца я рыдала. Подойдут, будку, напоминают, все, будку брать не могу. Стря приехала, я говорю, бери будку. Я говорю, не могу, а еще собаку. А это такой грустный, сонный. И окрас мне нравится, коричневый очень. Уже решили, как назовете? Вот не знаю. Я еще буду думать. Хочу, как имя такое, что было очень звучное, но в то же время короткое, такое длинное имя не люблю. Мы пришли с мамой сюда, и мне понравилась сразу черненькая кошечка. И я ее сразу полюбила. Я буду с ней дружить и играть. Не бросать. Подчас акции гамельчане так само приносят для бездомных живел корм и лейки. Раз мы эти акции делаем, значит, они нужны городу, нужны нам, волонтерам и нужны людям. Потому что люди спрашивают, звонят, и очень много при всем, при том хотят помочь, не только взять животных. И это нас радует, потому что мир все-таки не без добрых людей. И Гомель доказывает, в принципе, это с каждым годом все больше и больше. Свой новый дом знайшли 30 четвероногих. На часовом утроманне волонтеров их по раннейшему шмат 100 католых собак. А козать допомогу волонтерскому руху можа кожны. Для этого треба звернуться до его руководителя Светланы Лапо. И мягчимо, дякуючи вам, будет захована маленькая жизнь. Дмитрий Котов, Ганна Корольчук, Максим Славин. Телерадио компания Гомель. На этом выпуск завершен. Всего доброго. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова